Привет! Это Костя, плюс новости на канале Украинской службы информации. Название говорит само за себя, так что сразу к делу. Новый год в зоне, в красной зоне. Карантинные ограничения в Одессе решили не отменять до праздников. Количество заболевших уменьшается, вакцинированных наоборот растет, но это не повод для послабления режима, решили в облздраве. Тем более, что строгими ограничениями являются только на бумаге. Есть определенные правила. Нельзя отменять. Проверка QR-кодов превратилась в Одессе в фарс. Это ощущение усиливает и центральная власть. Минцифры выложили в открытый доступ шрифты и фирменный стиль приложения Дия. Буквально приглашают граждан осваивать фотошоп. В школе на слободке обрушился потолок. Штукатурка упала во время перемены, но в классе были и дети, и учитель. Так что отсутствие травм – всего лишь вопрос удачи. Потолок упал в самом технологичном классе школы в кабинете информатики. Ироничнее было бы только обрушение на уроке труда. В мэрии падение штукатурки называют чрезвычайным происшествием. Позволю себе не согласиться. Обрушение скорее закономерность, чем ЧП. Потолок в школе своими силами ремонтировали учителя. Об этом рассказала директор учебного заведения. О контроле качества в такой ситуации речи, конечно, не идет. Впрочем, официальный ремонт в школе тоже делали. В 2017 году на него потратили 600 тысяч гривен. Еще 4 с лишним миллиона школе дали на спортивный зал. Удивительно, что при этом учителям пришлось шпаклевать потолок своими руками. О наркотиках. Под Одессой военный под кайфом покусал полицейского. Нетрезвый лейтенант, одетый по форме и вооруженный ножом и топором, ломал двери в общежитии. Для рубки мяса, топор. Дома есть у каждого. Полицейские уговорили военного сдать холодное оружие, но не учли зубы. В результате пострадал большой палец сержанта полиции. Вот что значит солдатская смекалка. Учитывая сбитый военными на прошлой неделе полицейский коптер, в отношениях двух ведомств можно открывать счет. Пока 2-0 в пользу ВСУ. Что касается укусов, то это проверенный инструмент выяснения отношений. Он широко используется и в гражданской, и в партийной борьбе. Так, в 2019 году активист и блогер Домбровский кусал за нос активиста и блогера Болинского. Годом ранее помощник депутата от Бюта ухватил клыками за палец полицейского во время заварушки на выборах. Про сбитый коптер я рассказывал в прошлом выпуске. Мои коллеги тем временем накопали в этой истории коррупционных подробностей. Полицейский коптер купили по почти в два раза завышенной цене, но это не все интересное. Ссылка на статью будет в описании. Заммэра Олег Брындак не собрал 40 миллионов на свой залог. Ходил заяц мешком по лесу, искал грибы и ягоды, но, как назло, ничего не попадалось. Теперь его могут отправить за решетку. Решение примут в антикоррупционном суде. Если вы не очень интересуетесь одесской политикой, фамилию Брындака вы могли вообще никогда не слышать. Но для города это значимый персонаж. Судите сами. Бывший офицер СБУ он пять лет провел на месте секретаря горсовета. То есть подписывал сотни спорных решений. Сейчас Брындак – заммэра, глава партии «Доверие делам», плюс член земельной комиссии. А это комиссия, где мечты сбываются быстрее. В непростые месяцы революции Брындак даже руководил Одессой. Еще вчера мы стояли на разных Майданах. В активе Брындака также стандартный пиар-набор одесского чиновника. Раздача конфет, утренники, пресс-подход с младенцем на руках. И даже разбитая губа активиста. У Олега Борисовича не только интересный карьерный путь, но и занятная декларация. Брындак и его жена – скромный госслужащий. Он получает 20 тысяч в месяц. В горсовете она 24. В налоговой. Судя по документу, первые годы карьеры семья, перебивая с хлеба на воду, усердно копит. И вот, наконец, в 19-м поперло. Супруга покупает в Венецкой области дом за 100 тысяч и землю. А в Одессе семья переезжает в 300-метровый дом на фонтане. Опять-таки, если верить декларации Брындака, его с женой туда просто пустили пожить. Совершенно бесплатно. Через год в гараж загоняют новенькую Мазду за 300 тысяч. Цена, кстати, гораздо ниже рынка. Еще в декларации есть ювелирка и наличные почти 100 тысяч долларов и полумиллиона в гривнах. Напомню, все это при зарплате в 20 и 24 тысячи гривен. Потрясающая бережливость. Никак ума не приложу. Как могло из пустого мешка столько добра появиться? Теперь о перспективах. Брындак близок и к мэру Труханову, и к застройщику Владимиру Галантернику. Оба проходят с Брындаком по земельному делу. По понятиям старшие товарищи могли бы взять залог на себя. Но делать этого никто почему-то не стал. Тут, возможно, играет свою роль бэкграунд. Брындак – выходец из силовой структуры. Старшие товарищи из структур другого рода. Ситуация делает чиновника удобной мишенью для антикоррупционеров. Здесь так и напрашивается сделка. Брындака оставляют на свободе. Он дает показания. Или еще проще его сажают. И более сговорчивым за мэра сделают уже тюремные условия. Делайте, детки, добрые и хорошие дела. И добро всегда вернется вам с 30. Кстати, в прошлом выпуске мы показывали, как Брындак упражняется в дзюдо. И даже смонтировали из его упражнений мотивирующий клип. Ссылка на видео будет в описании. Пусть вас не смущает небольшой оклад зам мэра. Его начальник трудится за соразмерные деньги. В октябре оклад городского головы составил всего 15246 гривен. И только благодаря индексации, отпускным и надбавкам Труханову набежало 24 тысячи. С небольшим. Как тут выжить на одну зарплату? Второго шанса заслуживает каждый. Особенно если речь о большой строительной компании. Мариупольская фирма Мастбут в нулевых строила в Одессе волнолом. Работы не прошли гладко. В 2014 году часть конструкции попросту утонула. За смытую волнами работу строителям заплатили более полумиллиарда гривен. Теперь компания получит почти 190 миллионов на укрепление мола в Одесском порту. В конце концов, глобальное потепление обещает нам всем скорое погружение под воду. Так что какая разница, если многомиллионный проект смоет снова? К тому же, если в акватории что-нибудь утонет, это хороший повод провести еще и тендер на дно углубления. А углубление дна – любимое занятие около морских чиновников. Работы стоят дорого, проверять их сложно, а это открывает определенные возможности. Как на полях Первой мировой, в цеху на слободке из цистерны вытек хлор. Ржавый баллон на 800 литров сразу наводит на мысли о возможном прорыве. Крепкий хозяйственник не стал бы хранить в таком даже в воду. Не то что опасный химикат. Пугает и другое. Чтобы ликвидировать утечку, на цистерну накладывали бандаж, а вот фиксировать его пришлось обычным ножным насосом. С такой техникой и на утечку химикатов, вот уж действительно работа только для настоящих героев. И это при средней зарплате в 10 тысяч гривен. Запчасти вместо гаджета. Вот эта девушка купила новенький айфон за 24 тысячи. Скрыла покупку и обнаружила, вместо телефона в коробке находятся гайки. Впрочем, хорошо, что гайки, а не болты. Тогда обман с телефона можно было бы расценивать еще и как гендерное оскорбление. Тайная война развернулась на улицах Одессы в эпицентре битвы остановка общественного транспорта. По одну сторону баррикад – уличные художники с маркерами и баллонами, по другую – департамент городского хозяйства с суровой серой краской. Лично я ставлю на коммунальные службы. Однажды они закатали краской даже несогласованный мурал известного художника. Если вам зашло, не стесняйтесь поставить свой лайк и оставить комментарий под этим видео. Также подписывайтесь на канал Украинской службы информации. Кроме этого блога здесь выходит еще много интересного. На этом все. Всем пока.